Ну, Аслан, для тебя добраться. Добро пожаловать, добро пожаловать. Добро пожаловать. Приветствую вас. Ну и тот шум, который уже есть, мы переплюнуть не сможем. Сможем. Да? Да. Мы еще не это можем. Как шли? Нормально? Не трясло? Все президента. День странных дел. Что, Женюш? Я, да, слышим, нас слышим. Понял. Да, здесь есть такой корпус. Спасибо. КОНЕЦ Добро пожаловать, Александр Григорьевич. Вы для нас долгожданный и очень желанный гость. Я хотел бы сказать о том, что в январе 1996 года на Совете глав государств членов СНГ то решение, которое вам было принято, когда вы сказали о том, что изоляция экономической блокады Абхазии – это неправильное решение. Народ Абхазии знает, помнит, ценит. Мы тяготеем друг к другу. У нас большое количество человеческих нитей нас связывает, человеческих судеб. Я чуть позже об этом более детально расскажу. Мы давно вас ждали. Мы очень рады вашему приезду и абсолютно убежден в том, что ваш приезд, ваш визит в Абхазию даст новый импульс между нашими народами. Мы в обязательном порядке сделаем так, как это было в лучшие, добрые, хорошие советские времена. Добро пожаловать в Абхазию. Александр Георгиевич, спасибо огромное. Ностальгия, ностальгия навсегда нас не покидает. В далекие, далекие, может быть, 25 лет, может быть, 27 тому назад я на этой святой земле был. Ну, естественно, не президентом. Можно сказать, обычным человеком, депутатом парламента я тогда был. Меня поразил Афон, Сухуми был. Ну, на побережье проехали, мы посмотрели. Поэтому еще вчера, обсуждая проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем, мы много очень до ночи обсуждали эти вопросы. Он очень погружен, больше, чем я, в проблемы и дела Абхазии. И не буду долго говорить об этом, попозже конкретизируем. Но мы прошли к одному выводу, что Абхазия есть, ее с карты не стереть, никакие санкции не смогут это сделать. А то, что Абхазию, как он говорит, нельзя ее бросать, нам помогать, чтобы этот цветущий край и те люди, которые здесь живут, жили нормально. Вы не думайте, что я вот тут приехал, потому что какая-то ситуация сложилась. У нас нормальная ситуация. Нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Ты, Аслан, это хорошо знаешь. Мы просто хотим, как и вы, мирный, добрый, додолюбивый народ, жить в согласии. Экономика, торгово-экономические связи должны стать фундаментом наших отношений. Иначе не дам. Если мы чем-то можем вам помочь, вы знаете, что я сюда десант забрасывал не сегодня. Генерал тут бывал и раньше. Я просил, чтобы он изучил ситуацию. Много, скажу откровенно, мы обсуждали проблему Абхазии и с бывшими руководителями Грузии. Они мне просто рассказывали про Абхазию. Я опять не буду конкретизировать публично это, но я ничего плохого не заметил, что удивило меня. Ничего плохого не заметил. Поэтому мы никому плохо не делаем. Ни одной стороне, ни грузинам. Мы приехали с добром. И если мы чем-то вам можем помочь, притом это взаимовыгодное будет сотрудничество, а направление его есть, мы это сделаем. Поговорим о многом. Я человек, как вы знаете, уже опытный и в политике, и в других сферах. Поговорим, подумаем, как нам жить дальше. Но главное, чтобы здесь народ жил достойно. Потому что этот райский уголок нашей земли этого достоин. А люди здесь святые. Не для лестницы, я говорю, святые. Я это помню с советских времен, когда здесь бывал. Поэтому мы хотим наладить этот не просто мост дружбы, а очень серьезные наши отношения. И еще раз повторю, не просто мы одобрение там получили страны России, Россия готова свое плечо подставить здесь. Наверное, настало время. Мы сегодня, как никогда, увидели, какой мир. Мы увидели их. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны свое счастье искать на своей земле. Вместе с друзьями. Это наша цель.